Франция. Страна любви и романтики. Эйфелевая башня, Версайского дворца и многих других знаменитых достопримечательностей. Однако, если вы поедете немного вглубь страны, в небольшие французские города, вы убедитесь в том, что там также можно найти множество странных и замечательных достопримечательностей. Что может стать более интересной частью тура по странным достопримечательностям Франции, чем ночь, проведённая в таком доме улитки? Только не пытайтесь её слушать, как французы. Миллионы людей ежегодно посещают катакомбы Парижа. По сути, это туннели из черепов. Наверное, мало что может сравниться с ним по странностям. Это статуя Тараска, который был легендарным и устрашающим драконом из Южной Франции. Кто бы мог подумать, французский дракон. Вы когда-нибудь хотели стать человеком-хомяком? Теперь вы можете это сделать, проведя ночь в отеле для хомяков. Здесь вам предложат постелки из сена и даже беговые колёса для хомяков человеческого размера. Но при входе в отель вы получите маску хомяка. Пляж Солеция является одним из самых живописных пляжей в мире. Кроме того, это единственный пляж в мире, который также является фермерскими угодьями и до сих пор используется в этом качестве. Поэтому в одних этих животах будете плавать и вы, и крупнорогатый скот. Это не только целый город на острове. Это также приливной остров. Во время прилива он окружен водой, а во время отлива сушей. Этот отель является отличным местом для отдыха во время тура по странностям Франции. Здесь вы можете выбрать один из 10 самых настоящих американских алюминиевых трейлеров 40-х, 50-х, 60-х и 70-х годов. Здесь даже есть бар, сделанный из такого трейлера. Это место также известное, как «Висячие сады Маркисак» и спеширено 6-ю километрами тропинок, находящихся в лабиринте из 150 тысяч самшитовых кустов, постриженных вручную. Дворец пузырей Дворец пузырей расположен не на Марсе и не на заднем плане дешевого научно-фантастического фильма, а в коммуне «Тель-Сюрмен», находящейся прямо рядом с Каннами. Ни один тур по странностям Франции не обойдется без проездки в идеальный дворец. Этот дворец был построен одним человеком. Он потратил на его строительство 33 года. Длина дворца составляет 26 метров, ширина 15 метров, а высота примерно 10 метров. Он построен из различных камешков и валунов. Дворец бесспорно странный, но в то же время он просто потрясающий.